Байя эфирно просился сам собой про страхи, потому что после вчерашнего, когда я улетела просто на тросе со здания, с высокого просто, с небоскреба, все писали, что тоже хотят побороть страх, и у каждого он свой. Кто-то боится уйти с работы, кто-то боится летать на самолете. Мы вообще очень многого боимся, тем самым мы себя ограничиваем. Девчонки, я вот прям вот захотела к вам выйти и поговорить с вами на эту тему, потому что вы знаете, сколько у меня было страхов всяких разных, и с работы я тоже боялась уйти, да очень много всего. Вы, кстати, можете сразу в комментариях писать, у кого какие страхи, я тоже оставляла окошко в сториз, так с вами люблю общаться, вы знаете, чтобы вот прям вы спросили, я ответила, поделилась просто своим опытом. У меня вообще, кто не знает, все эфиры проходят таким образом, что я рассказываю то, что реально помогает мне, помогает моим окружающим, знакомым людям, близким, родным, самым любимым. И это потом работает у вас, те, кто подписан на меня давно, уже знают это, поэтому вы так любите мои эфиры, а я поэтому люблю выходить к вам. Вообще про страхи, вот знаете, что первое я хотела сказать, страхи, вот не хочу говорить то, что мы там себе надумали, их не существует, блин, ну все мы это понимаем, все мы это знаем, но как с ними побороться, непонятно, да, вроде ты все понимаешь, но как в итоге побороться, ты не знаешь. Смотрите, страхи, это будущее, понятно, которое мы себе нарисовали, напридумывали, но на самом деле, когда ты начинаешь идти к чему-то через даже свой страх, в итоге, в будущем получается все равно, все по-другому. И совсем другие препятствия ты встречаешь на своем пути. Ну вот замечали, что ты боялся одного, когда ты начинаешь идти к чему-то, совсем другие препятствия, совсем другие какие-то проблемы могут возникать, да, в итоге ты с ними справляешься, в итоге все хорошо получается, потому что ты очень сильно этого хотел, да, и верил. Ну вот эти страхи, вообще, они ограничивают нас очень сильно, ну просто, если бы я вот боялась, бояться, ладно, самое главное побороть этот страх, бояться ничего страшного, в этом ничего нет, главное делать и перебарывать его. Вот миссия наша на сегодня, хотя бы немножко страхи свои погасить, давайте так, потому что цель должна быть всегда, цельный эфир, немножко погасить свои страхи. Вот, однозначно сразу скажу, что страх уменьшается, когда ты начинаешь жить здесь и сейчас, это однозначно. Когда ты не улетаешь просто, я не знаю, далеко в свой страх, да, когда ты что-то боишься, напридумывал себе, нарисовал будущее, и ты улетел из жизни, которая сейчас. Поэтому однозначно, сто процентов, вот сразу запомните это, да, вам это будет помогать, потому что мне это помогает очень часто. Что страх уменьшается, когда ты начинаешь жить здесь и сейчас, когда ты начинаешь понимать, что сейчас происходит. Вот сейчас, допустим, в сторис видела вопрос, позже, кстати, включу вопрос и буду комментарии ваши читать. Девушка, медсестра, боится уволиться с работы, хочет другого совсем и даже знает, чего хочет, но боится уволиться, потому что там, ну, какая-то стабильность, да, есть. Вот это все нас, конечно, очень сильно держит. Нарисовать себе можно все, что угодно, вообще все, что угодно, у кого какая фантазия, да, даже у каждого из вас сейчас мысли какие-то свои возникли. Ну, что хочу сказать. Смотрите, однозначно, да, опять же, может совсем другое случиться. И еще такой важный момент, хочу вот прям точечно вот, да, сказать, чтобы было понятно. Столько мыслей в голове, и хочется, ну, реально как-то помочь. Медсестра, да, она всегда, вот, она всегда сможет вернуться в свою профессию, тем более, если она хорошая медсестра, и у нее все прекрасно, она любит свою работу, просто хочет что-то поменять, да, в своей жизни. Бояться не нужно, потому что, если ты хороший специалист, тебя возьмут обратно, возьмут обратно. Даже, вот, допустим, я работала ведущей, я мечтала об этой работе. На телик попасть, ну, просто нереально, я не знаю, ну, просто я могу загадывать желание, притягивать нужных людей, нужные ситуации, попадать в нужное место, в нужное время. Так работает у всех, кто правильно загадывает желание, посылает мысли во Вселенную, да, и я тоже, да, получила это, но потом как уйти с этой работы? А вдруг потом меня не возьмут, или что-то еще? Я точно знаю, и вы знаете, что если вы хороший специалист, вас всегда возьмут обратно, всегда, не в эту компанию, так в другую. Если вы кассир, допустим, в магазине, да, или менеджер в какой-то компании, но хотите чего-то большего, хотите попробовать, да вы устроитесь. Это всегда нужные люди, нужные профессии, да, менеджеры, кассиры в магазинах, да, всегда, всегда, это, вы знаете, текучка, да, такая, потому что и специалистов хороших мало. Поэтому, если вы хороший специалист, вам вообще терять нечего, не бойтесь, пробуйте, по-честному скажите. Я пришла к своему директору и честно сказала, я, знаете, хочу развивать свой блог, вот хочу развивать свой блог, меня там ждет моя аудитория, мне не хватает времени на нее, потому что люди любят выходить со мной в прямой эфир, точнее, я люблю выходить для них в прямой эфир, они ко мне присоединяются, да, у меня вот такая своя аудитория, я хочу вещать, вот, вот чисто для своих, и он меня прям понял, он сказал, Лиль, уважаю твой выбор, молодец, что ты не побоялась, что ты по-честному сказала, вообще всегда нужно быть честной, к самому к себе, это первое, да, и к другим людям, потому что, когда ты честен сам собой, это видно, правильно, в тебе есть уверенность, страх, естественно, сразу уходит, с другой стороны, ты делишься своими чувствами, своими эмоциями, да, человек тебя понимает, он прям слышит тебя. Я сейчас в Дубае, спросили, где ты сейчас? Да, я сейчас в Дубае, и у нас сегодня вот тема про страх. Вот реально, страх уменьшается, когда ты начинаешь жить здесь и сейчас, когда ты не улетаешь далеко в свои мысли, а возвращаешься в ситуацию здесь и сейчас. Что сейчас с тобой происходит? Давайте, давайте, сейчас первый комментарий какой-нибудь прочитаю, перематываю прям и пообщаемся с вами. Приветики! Да, очень много людей из Хабаровска, я же оттуда, с Дальнего Востока, поэтому большая очень аудитория. Приветик, все пока здороваются, приветик, я знаю, что вы скучаете по моим эфирам, будет их больше на разные темы, но прям можете в директ даже писать. Да, нарисовываются всякие другие ситуации, и нужно, не нужно их пугаться. Читаю. Я не умею плавать, из-за этого не купаюсь, только окунулась и хожу. Ребят, я вчера учила свою маму плавать в бассейне, ей 55 лет. Вчера я ее научила держаться на воде, она боялась, ну, по колено заходит здесь, у нее уже страх, она задыхается, вот она боится, панически воду. Я ее поэтапно научила плавать, я ей говорю, доверься мне. Очень важно, конечно, человек, наставник, которому ты доверяешь. Да, вот, ну, многие люди в разных людях видят наставников своих. Ну, вот если вам откликается, да, человек, то вы можете легко следовать за ним. Не зря он вам откликнулся, да, и мама, конечно же, мне доверяет, я ей сказала, расслабься, покажу завтра, как я ее учила, прям плавать. И она переборола свой страх. Отсюда открываются возможности, она может взойти в море, еще что-то, да. Также вот на самолете, кто поборол этот страх, он может просто, перед ним открываются возможности совсем другие. Он может летать, не неделю ехать на поезде, а прилететь куда-то за три часа. Да, это совсем другой уровень, понятно, там, да, и комфорт, понимаете, да. То есть, и вообще классно поставить перед собой такую цель, да, научиться плавать. Или там на велике научиться кататься, кто-то не может, не умеет. Немножко жарко, я поэтому так проветриваюсь. Капец, мама сейчас моя гуляет с Лизой, Антон пошел тоже поработать, вот, а я вышла к вам. Зона комфорта, очень частый такой страх, да, а вообще вы знаете, что это даже больше не страх, это оправдание. Мы оправдываемся перед самим собой, это как раз вот про то, что ты нечестен с самим собой и не договариваешь себе что-то. Тебе не страшно, тебе просто комфортно сейчас в этих условиях, где ты находишься. И это оправдание, что я не знаю, я не могу там решиться на что-то, потому что мне сейчас комфортно. У меня нет возможности сейчас, или у меня нет чего-то, или я, наверное, этого не сильно хочу. Это не страх, это оправдание. С этим совсем по-другому нужно работать. Что еще, да, что еще можно здесь добавить? Немножко солнце освечивает, хочу прочитать ваши комментарии. Отматываю на самый конец, кто только что присоединился. Так, секундочку. Как называется, все хотят эфир еще, да, немножко, где мы живем, как в Дубае, про прививки, про все. Расскажу обязательно, давайте после этого эфира выйду, расскажу про жизнь. Как мы приехали, как долетели, как здесь все в Дубае сейчас устроено. Обязательно, да. Сейчас немножко я просто хочу сохранить этот эфир для тех, кто хочет побороть свой страх. И чтобы другую информацию не слушать, так будет просто, наверное, правильно, я сохраню его и могу даже перевыйти еще раз. Вот, поэтому про страхи вот таким образом. Я думаю, что вам уже стало намного легче, да, понимая, что страх можно уменьшить. Первое, за счет того, что ты возвращаешься в здесь и сейчас. Это будущее, которое ты себе нарисовал, просто нарисовал его, нет, это два. И третье, что и вот когда ты идешь к чему-то, да, неважно какой страх, начинаешь его перебарывать, могут случаться совсем другие реалии, совсем другие препятствия, совсем другие проблемы или вообще их может не быть. Вот, потихонечку, по чуть-чуть, совсем немножко ты начинаешь двигаться. Опять же, на своем примере, когда я оставила работу мечты телеведущей и ушла в свой инстаграм, могло не получиться, а могло еще там что-то, да. Ну, то есть сейчас можно, да, сказать о том, что, ну да, получается аудитория 2 миллиона, да, я нашла свою аудиторию, она нашла меня. Вы друг друга нашли, люблю вас тоже. Вот, поэтому, но могло что-то не случиться, не получиться, я шла постепенно. Первый мой маленький шажочек, это было принятие этой ситуации, вот просто, что я действительно этого хочу очень сильно, да, вот действительно вот уйти вот сюда. Второй был маленький шажочек, это прийти честно сказать, сначала себе, да, потом честно сказать своему руководителю об этом. Просто вот по-честному сказать вот так, я увидела поддержку, и это меня сделало еще сильнее, страх стал еще меньше. И вот он, и вот он, и я уже готова переступить вот эту финишную черту и пойти вперед, вот с таким зарядом. Это вот мой лайфхак, да, как я борюсь со страхом, я уверена, что вам это тоже поможет, поэтому вот таким вот образом можно все это делать. Ваша семья супер, привет с Приморского края, и вам тоже привет. Заряжайте позитивом, я очень рада. Скажите, полезная информация, вот такая вот, по-человечески, без всяких там страх, это, его нет, его не существует. Ну вот я по-человечески просто рассказала, как я это вижу. Надеюсь, что вам очень зашло, это, да, помогло. Как зашло, понятно, ну, хоть как-то помогло вам это. Просто скажите, привет из Сочи, привет. Скажите, вам заходит, вам помогает это. Сохраните эфир, давайте, прям сейчас сохраню, услышу обратную связь. Сила воли у тебя огромнейшая. У вас такая же сила воли, поверьте. Если вы считаете, что у вас нет силы воли, вы себе это придумали, внушили и живете с этим. Вот просто задание всем, кто считает, что у вас нет энергии, нет силы воли, просто вот мантры. Или мантры, как это там, убеждения. Это не просто фигня какая-то, убеждения, да. Я красивый, или я богатый, я богатый, я богатый. Потом, а твое подсознание говорит, ты что, идиот, что ли, у тебя в кармане нет ни копейки, какой ты богатый. Вот это твое истинная аффирмация, то, что у тебя в голове. Как они работают, еще скажу, да, и сохраню, и перевыду, расскажу просто про Дубай. Смотрите, как работают аффирмации. Ты даешь команду своему подсознанию, своему мозгу. Ты просто его приучаешь. Это работает точно так же, как со спортзалом. Ты качаешь, вот, дряхлая рука там, да, ты еще качаешь. Ну, просто у меня такие сейчас после родов, поэтому я так на своем примере. Вот, поэтому ты вот качаешь, 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 мышцы привыкают и накачиваешь. Точно так же вы качаете свой мозг. Вот точно так же. Сначала приучаете свое подсознание к этому, а потом приучаете свой мозг. Он уже привыкает к этой мысли, вы его натренировываете таким образом. И все, вы уже к этому привыкли. И все начинает меняться, ваше тело меняется, ваши, ваши, все, все, все вот молекулы, Молекулы, вот все, как их называют, господи, подскажите мне, все точки наши, все клеточки, вот, клеточки, подстраиваются под это. Вот просто скажи человеку, который горбится, фига ты выпрямился, нифига у тебя спина такая ровная, посмотри какой, и он будет это слушать, и у него уже начнёт, хотя ничего не поменялось, понимаете? Точно так же работает, приучайтесь в своё сознание, свой мозг к тому, что вы, и не так, что я не боюсь там этого, да, я привыкаю, допустим, я не боюсь пауков, я привыкаю к паукам, я привыкаю к ним, я спокойно смотрю на них, я спокойно могу смотреть на них на картинке. Мам, ты пришла? Ой, лизунчик проснулся, можно его тоже поучаствовать? Котята мои сладеньки, ты только проснулась, но посмотрите, кто у нас пришёл, Лиза, а вот там, смотри, все у нас, вот, да, вот, смотри, котятки, котятки, Лиза, смотри, опа, опа. Ну давай, мамуля, я сейчас сохраню, как раз мы-то закончили про страхи говорить, и возьму лизунчик, у моего шлёркого. Да, 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 сегодня писала рапорт на увольнение, утром проснулась, проснулся и решил, ага, да, 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 вот, поэтому понимаете, как работают аффирмации, вот таким образом, это не обман, это не просто тупая фраза, которую вы произносите и думаете, ну как простая фраза может меня изменить? Простая фраза ничего не может изменить в вашей жизни, но она может приучить ваше сознание к этому. Вы начинаете верить самому себе, а веры творят, ну просто неимоверные чудеса. Человек, который верит во что-то и не знает, как может быть иначе, у него случается именно так. Но это уже про желание, это уже другой эфир, тоже знаю ваш любимый, но я выйду в прямой эфир, про желание поговорю, постараюсь на днях, возможно даже вот в этот отпуск, но обещать не буду, да, в ближайшем скором, самом времени про эфир, про желание. Давно его не было, вы его очень ждёте, тоже любите, поэтому обязательно выйду. Давайте сохраню эфир и выйду ещё раз расскажу про Дубай. Так, где тут сохранить, прям сниму телефончик со штатива.